Всем большой привет из Норвегии! Всем доброго времени суток! И в сегодняшнем видео я покажу вам наполнение коробочек от Look Fantastic и Glossy Box, соответственно, за сентябрь. Вы знаете, день сегодня у нас не очень такой радужный, поэтому, может быть, если будет что-то со светом, не обессудьте. Вы знаете, осень накрыла просто вообще, то я жаловалась, жара-жара, а то резко накрыла и стала плюс 8 градусов. И самое, что мне не нравится, это то, что ушел свет. Поэтому как будет получаться, так и будет получаться не обессудьте. И первая коробочка, которую мы с вами посмотрим, это будет коробочка от Look Fantastic. Она мне очень понравилась, и наполнение вообще этой коробочки классное, как всегда. Но самый такой ожидаемый, наиболее ожидаемый продукт в ней, это вот такой вот блеск бальзам от Bytery. Вы знаете, он работает и как блеск для губ, и как, наверное, ухаживающий бальзам. У него очень приятный такой вкус розы, запах розы. Он, я уже попробовала даже несколько раз, он прекрасно так увлажняет губы. И если вы не любитель ярких каких-то макияжей, то вот этот вот продукт от Bytery будет как никогда вам кстати. Я имею в виду под какой-то под яркий макияж, под, ну, что-то такое вечернее. Или наоборот, это какой-то дневной будет макияж. Но вы не любитель таких ярких макияжей. Вот как раз-таки вот этот бальзамчик, он и подойдет. Потому что он и как блеск работает, такое легкое подсвечивание дают. Также из декоративки, раз уж я начала с декоративки, то из декоративной косметики пришел вот такой вот карандаш, айлайнер, пэн айлайнер. Ну, я бы, знаете, его назвала все-таки это такой каял от Zina. Это, по-моему, испанский бренд. И, может быть, даже неправильно называю Zina, может быть, не Zina. Вот такой вот острый хвостик у этого продукта. Очень такой классный, кстати. Давайте, может быть, вот здесь где-то нарисую. Можно и посильнее использовать этот каял, и какую-то такую малозаметную стрелочку нарисовать. Продукт очень хорошо выделяется. Не надо ни на что нажимать. Может быть, через время он будет подсушиваться. Даже не знаю, что сказать. Не пробовала еще, как он будет в действии. И поэтому все будет испытано временем. Но я, знаете, знаю, что по своему, так сказать, опыту общения с косметикой, знаю, что такие продукты нужно использовать как можно быстрее. Почему? Потому что они высыхают. Вот такие вот каялы для глаз. Следующее что? Все вообще понравилось. Я очень люблю уход. И это коробочка красоты от... Сейчас я покажу. От Look Fantastic. Она все-таки была, мне кажется, такая ухаживающая. Вот здесь вот написано Celebration of Beauty. Она была, она хоть здесь и вложена декоративная косметика, но для меня она какая-то все равно более, ну, такая уходовая. Я бы так даже сказала. Вот эту вот композицию как-то так. Не могу я без цветов в кадре, поэтому вы видите, что у меня постоянно что-то стоит. Какие-то какие-то здесь украшалочки. Вот. Но не без этого. Без этого я не могу. Так. И следующий продукт, который был в коробочке от Look Fantastic. Это вот такой вот крем. Вот он он. Ну, это, конечно, антиэйдж крем. Вот. Я вот читаю, как правильно называется бренд. Но я не буду коверкать, потому что в Look Fantastic вообще вкладывают... Кстати, в Glossy Box вкладывают продукты, которые, в принципе, не на слуху. И которые мы с вами, ну, должны будем попробовать. Как-то протестировать на себе. Прошу прощения, девочки. Ну, не без таких технических погрешностей, как говорится. Ну, и вот. Мы должны их протестировать и потом как бы сделать вывод. Вообще нужен нам полноразмер такого продукта или нет. Итак, здесь 15 миллилитров произведен продукт во Франции. Это, скорее всего, такая аптечная косметика. Антиэйджевая косметика. Ничего не могу сказать. Вообще ничего. Потому что это нужно пробовать на себе и говорить, будет какой-то эффект или нет. Но я думаю, вот, если здесь указано, что здесь 15 миллилитров, то я думаю, можно будет какой-то вывод сделать, что подойдет в дальнейшем продукт или нет. Следующее, что было еще для лица вложено, это вот такая маска от Beauty Pro, коллагеновая, с витамином С и алоэ вера. Маски я не очень жалую. Но если я сама не покупаю вообще маски вот такие вот. Это редко-редко бывает, что если какая-то скидочка, если что-то мне очень уж так понравилось, тогда, конечно, тянется рука купить маску. Ну, а в основном, в основном нет. Потому что, ну, потому что не люблю. Я не считаю, что от вот таких химических масок есть какой-то эффект. Я считаю, что от огурца, помидора, яичного желтка какого-то, ну, больше будет эффекта, чем от вот таких химических масок. Хотя я ни в коем случае не против них. Время от времени такие химозные маски тоже нужно использовать. Еще один продукт, который здесь был. Наполнение вообще, еще раз повторюсь, шикарное. Все хочется очень попробовать и испытать на себе. Это Body Exfoliant, тоже от бренда, который я вообще не знаю и не слышала даже никогда. Emily Orate. Наверное, так. Девочки, если неправильно назвала, то, ну, как бы не обессудьте. Это увлажняющий такой эксфолиант, который очищает кожу. Здесь я читаю для Bumpy Skin, Very Dry Skin, Raw Skin, Ingrown Hairs. Даже для волос. Что тут показано? Слушайте, а это случайно не для, не маска, для, для волос. Нет. Нет, это маска для тела, потому что все-таки написано Body Exfoliant. Но почему вот здесь показано, что Ingrown, наверное, Ingrown Hairs, наверное, уменьшает рост волос. Я так думаю, что она препятствует произрастанию растительности на теле. Вот, видимо, так. Ну, я, слава богу, никогда не жаловалась на какую-то растительность на своем теле. Вот чего нет, того нет. Нет у меня такой волосатости. Ну, видите, те, кто... Это, кстати, очень такой деликатный момент. И очень многие мои бывшие подружки... Ну, почему бывшие? Потому что мы уже как-то давно не общаемся. А я считаю, если общаемся через суть сети, это не то. Так вот, мои подружки, знакомые, скажем так, уже сейчас хорошие, у многих была такая проблема. У одной даже, знаете, растительность была в районе копчика. Я уже не говорю о всей спине. Была волосатая спина. Красивая очень девушка, но у нее есть турецкие корни. Вот, и поэтому это, вот, видимо, передалось от предыдущих поколений. Генетика вот эта. И она, ну, конечно, она очень боролась с этой растительностью. Не знаю, как сейчас. Но вот такие продукты бы ей, конечно, понравились. Но, опять же, если есть такая проблема, вот эта вот повышенная волосатость, то поможет только специалист. А вот такие средства, они будут как бы... Ну, тоже помогать. Как вспомогательный такой элемент будут выступать. И последний продукт, который был вложен в коробочку Look Fantastic за сентябрь 2021 года, это вот такая маска для волос, которую видно, что здесь вот написано, нужно наносить по всей длине волос. И я как бы тоже так скептически отношусь. Да, масочка, кстати, от Кристоф Робин. Я знаю, что это великолепный такой бренд уходовый, классный. И я, опять же, так скептически отношусь к тому, что маску нужно наносить на все волосы. Если брать, например, мои волосы, они у меня окрашены. И крашусь я с 18 лет, а мне уже далеко за 40. И волосы мои, естественно, убитые напрочь. И мне особо, ну, чтобы какие-то маски помогали по всей длине волос, здесь я очень сильно сомневаюсь. Но я от таких масок не отказываюсь, потому что волосы были бы еще более убитые, если можно так сказать, если бы я не пользовалась какими-то ухаживающими продуктами. Поэтому буду пользоваться и тоже какое-то свое мнение, впечатление оставлю в виде видео последующего. Ну, а про эту марку знаю, что марка очень классная. Так, следующий, да, забыла показать. Любимый мой журнальчик был вложен в эту коробочку красоты. И, значит, ну, тоже вот здесь все те продукты, о которых я сейчас немножечко вам рассказала, показала. Хотя что рассказывать, если это нужно все испытывать, пробовать, тестировать, и тогда будет какое-то впечатление. Я, кстати, очень полюбила эти коробочки красоты. И Look Fantastic, и Glossy Box. Обожаю их. А, кстати, вот календарь здесь, рождественский календарь. Я на него уже подписалась. Ну, как подписалась, предварительно сделала заказ. И надеюсь, что он в ближайшем времени, вот этот вот календарь, придет. Не знаю насчет календаря от Glossy Box. Но тоже очень хочется. Но они небюджетные. Две эти коробки с продуктами. Вместе будет получится 50 продуктов, если Glossy Box брать. И Look Fantastic. Я имею в виду продукты из вот этих вот рождественских календарей. Но я у блогера одного увидела, что, ну, есть уже такие превью, показаны эти календари. И вот в календаре от... Ну, кстати, Look Fantastic тоже хороший календарь. Ничего не могу сказать. Но в Glossy Box, что меня привлекло, там будет палетка от Huda Beauty. И она такая многоцветка. Там очень-очень много теней. Поэтому, скорее всего, придется заказывать. Так. Ну, и вот здесь тоже, видите, какая информация. Говорю, болтаю, а сама пролистываю. Ну, и в следующем... В следующей коробочке красоты будет вот такой вот продукт от Rituals. Rituals, правильно? Или просто Rituals. Буду с нетерпением ждать эту коробочку. Ну, а теперь давайте посмотрим коробочку красоты от Glossy Box. Я не знаю насчет доставки в Россию. Можно ли купить эти коробочки. Но Look Fantastic, конечно же, есть. Ну, коробочка от Glossy Box была посвящена релаксации. Здесь тоже очень много таких продуктов, которые именно вот для пятницы, для субботы, для того, чтобы расслабиться после рабочей недели, посвятить, так сказать, какое-то время своему телу. И поэтому здесь много продуктов, таких ухаживающих за телом, очищающих. И это прежде всего вот такой вот продукт от Palmolive, гель для душа. Очень классный. Я его уже попробовала. Просто вот действительно спа. Здесь в составе морская соль. Здесь экстракт алоэ и масло. Классный гель, потрясающий, красивый аромат. И, кстати, в продаже я еще вот такой вот гель для душа не видела. Ну, вот у нас здесь. Ну, у нас вообще как-то, я имею в виду, здесь вот в Норвегии, не очень богато ассортиментом продукции Palmolive. Поэтому что-то одно продается, а вот такое вот, ну, как бы, не то чтобы редкое, а то, что лимитированное. А лимитированные вот такие продукты, они как бы уже и редкость здесь. Далее здесь также было вложено, был вложен вот такой вот, или было, мыло, мыло-спонжик. Классный тоже аромат, вообще обалденный от Daily Concept. Это мультифункциональная мыло-спонж с алоэ вера. Вот насколько я люблю косметику всевозможную, и уходовую, и декоративную. Знаю, что такие спонжи уже у многих есть, и все уже пробовали, и знают, что это такое. А у меня впервые только появился вот такой продукт. Ну, надо сказать, что я как-то и не особо засматривалась на вот такие тоже диковинные мыла всевозможные со спонжиками. У меня достаточно обыкновенного мыла и геля для душа. Ну, если вот появился вот такой продукт у меня, то я буду с удовольствием пользоваться им. Еще один ухаживающий продукт – это ночной уход от Symbiosis London. Это тоже, по-моему, аптечная косметика. Я, по-моему, видела даже у нас в продаже здесь в Норвегии вот этот бренд, и, по-моему, даже в аптеке видела. Значит, это, что это? Это, ну, крем. Крем такой регенерирующий. Мультифункциональный. Хотела сказать, мультифункциональный. Ну, может быть, да. Мультифункциональный. Такой уход, который обещает восстановление, избавление от морщин. Это я уже из брошюрки читаю, перевожу здесь по-норвежски написанное. Увлажнялочка тоже неплохая. И, ну, будем смотреть, что. И, наверное, как маска он будет работать, потому что здесь все-таки в составе какие-то масла входят. Крем, ой, этот масло корите. Поэтому, наверное, все-таки такой будет жирный продукт как раз на зиму. Тоже очень-очень рада получить данное изделие. Что еще было? Сейчас, девочки, самое-самое интересное вам покажу. Это просто в самом конце будет. Самая вкуснятинка. Так, ну, и также вложили они вот такую масочку. Это все у нас Glossy Box. Маска от Гарнье. Тоже химозина еще та. Но пускай будет. Такие химозины, повторюсь, я тоже люблю. Ну, и самая вкусняшка, которую я не получила в прошлой коробочке красоты от Glossy Box, когда этот сервис праздновал свое какой-то юбилей. Они обещали, что в каждой коробочке красоты будет вложена палетка теней. Но они ее не вложили. Я была очень рассержена на них, потому что это была первая моя коробочка от Glossy Box. По-моему, первая или первая, или вторая. Что-то уже сбилось со счета. Ну, неважно. В общем, я так ждала ту коробочку. Вот эта, которая должна была в августе прийти. И вот она приходит, и там есть все, что было обещано, заявлено. Но не было вот этих вот теней от Стива Лаурендт, если я правильно назвала. Ну, и они потом, через некоторое время, они мне прислали как бы извинения, извинялочку такую о том, что не то, чтобы не хватило на всех таких тенюшек, а то, что у них, ну, произошли какие-то проблемы с поставщиком. Поэтому не все подписчики получили вот эту вот замечательную палетку. Классная палетка. Тут зеркальце есть. Тоже этот бренд Стив Лаурен я, конечно же, не знаю. Не могу ничего сказать. Но, вы знаете, я посмотрела, что тенюшки эти были выпущены в Китае, произведены. Я ничего не имею против Китая, но как-то меня производитель всегда настораживает, если он китайский. И, ну, как бы, не знаю. Это надо поносить, попробовать. Вот так выглядят первые четыре оттеночка на сводчах. Ну, так, неплохая такая палетка. Вы знаете, решила еще, еще чуть-чуть, как бы пожирнее чуть-чуть нанести эти оттенки. Как-то они мне первый раз не очень понравились по своему нанесению. Чуть-чуть побольше. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть. Ну, вот. Вот таким образом. Вот когда второй слой наносишь, уже получше. А то я как-то даже подрастроилась. Думаю, что-то не очень. Что-то не очень. Кстати, у Диор, Диор Бэкстейдж, я недавно хотела даже выписать палетку с вот такими. Вот там вот эта вот девятка у них теней. И там были... Не очень удобно наносить в таких крупных рефилах. И вот у них там были подобные вот эти вот оттеночки. А я что-то в последнее время полюбила. Вот такую гамму оттенков. И даже было у меня желание... Ну, несмотря на то, что много других каких-то продуктов. Ну, вот как-то мне захотелось вот ту Диоровскую палетку заказать. Но как-то передумала. Так, это следующая группа с вотчей. Не знаю, видно хорошо или нет. Ещё раз повторюсь, очень плохая освещенность у нас сегодня. Ну, просто вообще никакущая. Вот так вот, наверное, будет получше видно. Ну, неплохие тенюшки. Не скажу, что что-то там вау, что-то такое сверхъестественное в них. Но я ещё раз повторюсь. Вот за такую цену... Давайте ещё раз всё-таки их нанесу. Вот за такую цену, за которую они приходят. Вполне себе такой неплохой вариант. Особенно, если вы любите косметику. Хочется какого-то разнообразия. Ну, вот ещё. Вы знаете, первый слой, вот как ни наноси. Как ни наноси, не очень. Вот второй слой уже получше будет. Я имею в виду, говорю, про вот эти вот четыре оттеночка. Ну, нормально. Можно как-то приспособиться. Хотя, ещё раз говорю, это... Это не то, что я покупала, выбирала. Это то, что вот пришло. Это то, что как бы предложили попробовать. Почему бы и нет? Итак, это были коробочки красоты от Glossy Box и Look Fantastic за сентябрь 2021 года. Я очень довольна, очень довольна. И вот этим вот коробочным сервисом буду продолжать заказывать. Но у меня автоматическая там всё равно подписка на эти коробочки. Можно отказаться, но я не хочу. Не хочу, потому что я очень люблю уходовую косметику, если что-то новое. Я очень рада тем декоративным продуктам, которые приходят. Кстати, если сравнивать по стоимости, то коробочка от Glossy Box, она будет подешевле, чем коробочка красоты от Look Fantastic. А вот что касается наполнения, я думаю, они такие. Наполнение равнозначные. Всё, больше не буду болтать. Спасибо вам ещё раз большое за просмотр. Жду вас на просмотрах следующих моих видео. Увидимся с вами очень-очень скоро. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok